Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Новый генеральный директор назначил Совет директоров Открытого акционерного общества «Анапа Водоканал». Долго вникать в курс дела Ярославу Царевскому не надо. В Водоканале он отработал 12 лет и хорошо знает специфику работы. Да и времени на раскачку нет. Перед новым руководителем глава Анапы ставит задачу нормализовать обстановку с водоснабжением курорта. Город испытывает нехватку воды. К развитию критической ситуации привели не только большие нагрузки на сети, как всегда раньше объясняли в Водоканале. Подключение самостроев – вот откровенное вредительство городу. Накануне на планерном совещании глава Анапы потребовала прекратить вести подпольную деятельность. Вчера вечером Светлана Владимировна мне предоставила список введенных за последний год многоквартирных домов. Вы его приготовили и подписали, да? Где написано «технические условия не выполнены, а дом подключен и к воде и к канализации». Техусловия выполнены частично, а дом подключен к воде и к канализации. Я рассматриваю это и буду обращаться и к Андрею Анатольевичу, и к Максиму Игоревичу как преступление. Потому что дополнительное потребление вызывает дефицит. Если не выполнили технические условия, то на каком основании я же могу… Почему я рассматриваю как преступление? Потому что я понимаю, за что это делается. Дорогие друзья, давайте заканчивать вот это все. Хищение воды и превышение лимитов водоснабжения для Ярослава Царевского тема не новая. В водоканале до назначения его на должность руководителя он возглавлял абонентский отдел, который как раз и занимался решением этих вопросов. Главой города поставлены задачи по наведению порядка в сфере водоснабжения, поставлены задачи по наведению упорядочения подключений, по контролю за соблюдением лимитов водоснабжения, особенно это касается гостевых домов и таких серьезных объектов, которые потребляют много воды. Соответственно, все это нами будет выполняться беспрекословно и в кратчайшие сроки. Тем не менее, это работа не одного дня. А вот наладить бесперебойную подачу воды для анапчан нужно уже сегодня. Сейчас делается все возможное для того, чтобы уменьшить неудобства для горожан, в первую очередь для гостей курорта, для наших жителей. Мы этот график сейчас не вводим. Мы становимся, отключаем воду на город, на подбор. И то частично отключаем на первых и вторых этажах, вода должна быть. Остановимся на подбор ночью, в то время, когда расхода воды практически нет. В разгар курортного сезона прибавляется работа у бригад скорой медицинской помощи. Как врачи справляются с нагрузкой? Подробности в сюжете. В течение суток бригады скорой медицинской помощи курорта успевают обслужить до 380 вызовов. И это еще не самые большие показатели. В это же время в прошлом году поступало до 500 вызовов. Это всегда очень ответственный момент для всех служб города, особенно для экстренных. Конечно, нагрузка на нашу службу очень увеличилась. Количество вызовов увеличилось где-то в 2,5 раза. Также возросло количество обращений по поводу несчастных случаев, потому что лето, много люди проводят времени на открытом воздухе. Но службы справляются. В разгар сезона круглосуточно работает 18 бригад. В вечернее время и выходные дни выходят дополнительные бригады. В течение 20 минут служба уже на месте экстренного вызова. Ежегодно мы привлекаем для работы в курортный сезон сотрудников скорой помощи из других регионов. Для этой работы город выделяет дополнительные денежные средства по специальной программе. За счет этого мы имеем возможность пригласить врачей и фикшеров в других городах. Жильем предоставляется бесплатно. К нам едут работать медики из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Новосибирска, Архангельска и Новокузнецка. А некоторые остаются насовсем. Но работы у службы номер один все равно много. К сожалению, культура пребывания и отдыха на пляже остаются не на высоте у многих наших сограждан. Поэтому на пляже они находятся с раннего утра до позднего вечера, в том числе в самые жаркие моменты. И дети в том числе. Не всегда головы защищены головными уборами, недостаточное количество воды. И вот нахождение такой целый день на пляже в разгар солнечной активности приводит к тому, что тепловые удары возникают, солнечные ожоги. Не стоит халатно относиться к здоровью своему и ваших детей. Пребывание на пляже должно быть разумным. Воздержаться от похода к морю с 12 до 15 часов дня. И банальное, но справедливое замечание медиков – мыть руки. Тогда и вызывать скорую помощь не придется. В 60-80-е годы в нашем городе успешно работал пищекомбинат. Он производил широкий ассортимент продукции – от пряников до патиссонов консервированных. Но самое главное достояние этого предприятия были люди. Анфиса Григорьевна Чередниченко, когда пищекомбинат преобразовался в винзавод «Лазурный», перешла на предприятие «Простой рабочий». Ее трудовой путь – пример того, как человек, стремящийся к знаниям, вырастал до специалиста высокого класса. Сегодня она отмечает свое 80-летие. Юбилей, достойный того, чтобы вспомнить. Был на Кубанской улице, где сейчас горьки пияли, там был пищекомбинат. Я пошла, рабочая пошла работать, там развязали. Фруктовую воду, минеральную воду, пряники пекли, печенье пекли, соки разливали, огурцы солили, патиссоны солили. Все было вручную, воду разливали, вот такие купорки ручные были, бутылку хватаешь, под купорку нажал, вода налилась, а тут кроникорка магнитик, это вот закрыл, тут же рукой этикетку наклеил, опять на трассу, и она пошла. В общем, это, конечно, вот так работали. Вообще воспоминаний у Анфисы Григорьевны на увлекательную книгу. Она одна из тех, кто спасся в годы войны от фашистской душегубки в Гастагае. Их в Гастагае в подвале три дня держали там. И потом на третий день их погрузили в эту машину, в душегубку всех. И всех увезли, вот Харченко, Олежка, там было детей, наверное, четверо или пятеро. И вот в этом дяде моего было шестеро детей, и вот жена их, в общем, короче, их всех, и вот, почему их, это всех сбросили. В той душегубке погибла вся ее вторая семья, которую она брела в сиротстве. Не получив должного образования в школе, Анфиса, уже будучи взрослой женщиной, мамой двоих детей, пошла учиться в вечернюю школу. С меня тут и подсмеивались, и так все сидела, потому что двое детей, это она пошла в школу. Потом был Анапский сельскохозяйственный и винзавод лазурный. У нас было 40 наименований фруктовой воды. Вода, конечно, была, ни с какой сейчас не сравнить. Мы это, сколько мы, два раза в год ездили в Краснодар, Краснодар на диустации, ездили мы в Туапсе. И как-то так было, что мы всегда занимали первые места. Анфиса Григорьевна, как начальник цеха, председатель товарищеского суда, член исполкома, удивляла своим человеколюбием, доброжелательностью и работоспособностью. Может, поэтому в свои 80 она полна энергии и не замечает количество прожитых лет. Если ничего у меня не болит и никто мне не напоминает, то я забываю, что мне 80 лет. Все хорошо, что хорошо кончается. В Анапе завершилась общероссийская спасательная операция. Малыш Нерпы Ларги, к которому кличка «Счастливчик» приклеилась сразу, благополучно прибыла в Дельфинарии на Большом Утрише. Холмск, Южно-Сахалинск, Москва, Анапа. Перелет «Счастливчика» занял 13 часов. И рев самолетных моторов заметно отличается от шума волны родного океана. Но в аэропорту все организовано. Такой гость пойдет своим вип-залом. Мы его начали готовить за неделю, то есть снижать кормление, во-первых. Во-вторых, подбирали тщательно препараты, которые бы его успокоили. Выгрузка похожа на настоящую спецоперацию. Задача службы аэропорта Анапы и сотрудников Дельфинария на Большом Утрише – как можно быстрее доставить нерпенка в естественную среду. Четыре месяца животное выхаживали сотрудники Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин», которым достался раненый малыш. Подбирали новое место жительства, а россияне в это время собирали средства на перелет. Как рассказал директор Фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, каждая СМСка с пожертвованием была важна и дорога. В Дельфинарии на Большом Утрише нового питомца ждали. Нечасто судьба преподносит такие живые подарки. Сотрудники Фонда «Зеленый Сахалин», которые выхаживали счастливчика, не рискнули выпускать травмированное животное в естественную среду обитания. Мы начали поиск океанариума с Дальнего Востока. Это Владивостокский океанариум. Мы первично рассматривали, потому как ближе к нам. Но, к сожалению, у них не было возможности его допринять. Далее Нижний Новгород рассматривался. Ну и так далее. То есть в центр России мы двигались. Но везде, к сожалению, мы 9 океанариумов обзвонили. И единственный океанариум, который откликнулся, это Анапский. Здесь 100% гарантия, что он будет жить. Александр считает свою миссию выполненной. Он лишь останется на несколько дней понаблюдать за счастливчиком, как тот будет адаптироваться к новому месту жительства. Но в руках опытных специалистов все должно получиться хорошо. Мы кормим три раза в день. Три раза в день у них как завтрак, обед и ужин. Да. То есть его, наверное, пока он адаптируется, будет кормить почаще. Больше подходов, поменьше количества. Кормим рыбой различной, то есть морской, океанической. Предложим ему, соответственно, рыбу, которую они привыкли кушать в своем регионе, где они обитают. Что ждет счастливчика в Анапе? В дельфинарии надеются на продолжение потомства и, возможно, несмотря на травмы, выступление в качестве артиста. У нас уже был опыт такой, то есть к нам уже, у нас уже есть одна нерпа, и она прекрасно себя здесь чувствует и общается с другими животными и выступает даже. Поэтому я уверен, что с ним будет здесь все в порядке. Хочется выразить огромное спасибо аэропорту Анапы и лично его руководителю Николаю Ивановичу Ратушному за активное содействие в съемках. Чувство искренней гордости и за анапские дельфинарии, и его искренне влюбленных в свое дело людей. Особая благодарность Людмиле Борисовне Камаевой. Этот сюжет стал ключевым и в эфире «Кубань-24». Лето – время для игры в пляжный волейбол, футбол и лапту. Тем, кто любит активный отдых, есть где размяться у моря. На прошлой неделе сборная анапской команды по пляжному футболу заняла второе место в Станице Каневской. Сегодня они тренируются целый день, чтобы отточить свои навыки и выиграть следующую игру. Ребята у нас хорошо выступают, молодцы, стараются. Будем, конечно, стремиться выше, проявить себя в дальнейших соревнованиях. Прекрасная возможность сменить душные спортивные залы на свежий воздух появилась у спортсменов с открытием на центральном пляже комбинированного комплекса для занятий пляжными видами спорта. Здесь каждый день тренируются не только юные волейболисты и футболисты, но и гости города. Благодаря нашей администрации и управлению спорта и администрации пляжа, они нам выбили вот это место для проведения наших соревнований, тренировок, чтобы люди сюда приходили и отдыхали. Площадка пляжных видов спорта работает на набережной каждый день. Любой желающий может с пользой провести время. В этом году здесь запланировано проведение фестиваля пляжных видов спорта «Лето-2015». Фестиваль «Русский Витязь-2015» пройдет в поселке Суков в ближайшие выходные с 17 по 19 июля с 10 и до 19 часов. Всех неравнодушных к русской истории ждут на фестивале. Стрельба из лука, конкурс исторического костюма, ярмарка ремесел, праздничный концерт и народное гуляние ждут всех желающих. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов в Тайной Медной горе. В четверг 16 июля в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Ночью до 22 градусов тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.